всем привет вот такие телефоны у нас есть на ремонте до сих пор носят в 910 Sony Ericsson хороших денег когда-то стоил ну и основная проблема этого телефона всегда была это шлейф постоянно портился ломался шлейф даже не помню сколько их поменял свое время последний раз держал телефон в руках года три наверно как-то автоматически разбираю еле-еле нашел шлейф у нас на складе две штуки завалялись смотрим сейчас нужно будет покрутить вот эти вот винтики передние панели которые находятся вот здесь вот помнятся мне здесь под замужками спрятаны еще винты так вот сейчас передняя панелька должна сняться здесь у нас еще один винтик здесь у нас находится на этой мини плате кнопки передние двусторонний скотч тут самый шлейф которым нам нужно заменить вот он тот самый излом по причине которого дисплей не работает так теперь теперь надо вспомнить как все это меняется снимаем наклеечку здесь находится другая сторона шлейфа здесь находится другая сторона шлейфа отстегиваем дисплей давайте покоснем так сейчас мы должны вытащить шлейф через отверстие так у меня запал вот он это отверстие так по моему нужно снять системную плату вот это вот 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 Снимаем системную плату, помню вот этот двусторонний скотч, только сейчас вспомнил точнее, который придерживает системную плату. Итак, вытаскиваем шлейф, обратите внимание, у них практически одинаковые концы, вот эта верхняя, вот эта нижняя часть, которая застегивается на системную плату, и вот эта часть застегивается на системную плату дисплея, то есть вот она, вот она, заклеиваем ее и выводим на сторону дисплея, вот этот конец шлейфа застегиваем, пристегиваем к разъему клавиатурой, пристегнули, заклеили скотчем, ставим системную плату, пристегиваем шлейф, верхний разъем, так, устанавливаем системную плату, шлейф боковых кнопок, коаксиальный кабель, так, давайте наклеечку сразу налепим, слабовато, уже держат скотч двусторонний, представляю сколько ему лет, так, ставим кнопки регулировки звука, и две кнопки, которые я постоянно путал, верхняя, одна из них кнопка включения, и другая из них кнопка включения проигрывателя, Walkman такой был, какая-то из них, короче, возможно я и перепутал опять, и так, выясним, далее переворачиваем телефончик, вставляем, вставляем дисплей, который я уже залапал, пристегиваем, пристегиваем дисплей, пристегиваем другой конец шлейфа, который мы поменяли, так, давайте поставим обратно двусторонний скотч, который, наверняка уже и не приклеится, так, вот здесь вот была, еще не забыл, вот, так, закручиваем винтик, вот сюда вот, закручиваем винтик, вот сюда вот, закрутили винтик, так, с этой стороны, так, очищаем дисплей, если вы его залапали, так же как и я, ставим, кнопочки верхние, в окна, на которые постоянно выпадают, и так, ставим панельку, так, теперь нам нужно вставить вот эти вот, такие вот нижние, нижние заглушки, которые тоже постоянно выпадают, одна и вторая, вставили, закручиваем два вот таких вот винтика отверткой на Т6, вставили, и так далее, вставили, так, второе у меня куда-то улетел, так, опять возвращаюсь к кнопкам, надеюсь что поставил правильно так теперь ставим заднюю панель такой вот длинный винтик я точно помню шорлы сюда два одинаковых винтика на Т6 здесь вот у нас были резиновые заглушки честно говоря нужно было сначала проверить конечно телефон потому что не факт что шлейф рабочий после стольких лет на складе и так включаем включился ждем рисунок бренд Sony Ericsson который не появляется чудо появился бренд я помню что его нужно было ждать долго как видите все проблема решена когда клиент принес мне этот телефон я сразу понял в чем проблема потому что у этих телефонов 90 процентов телефонов когда эти телефоны на сильный ремонт имели проблему с шлейфом вот я честно говоря затруднился сказать цену потому что реально кто будет ремонтировать такой телефон сейчас да я сказал цену 15 евро и клиент с радостью согласился меня это удивило итак последний штрих ставим заглушки не забудьте ставить эти заглушки если вдруг вам в руки попадется этот телефон не забудьте эти заглушки потому что очень часто раньше были с ними проблемы забывали ставить теряли они залипали там куда-то в результате чего клиенты приходили обратно за своими заглушками итак друзья всем спасибо за внимание я доф только что я поменял шлейф Sony Ericsson V910 давно уже забытом телефоне за 15 евро такие вот дела у нас бывают всем спасибо за внимание и до новых встреч